Здоровье и внешний вид оленей, живущих в центре арктического туризма, не на шутку взволновали жители округа. Ветеринарные осмотры и анализы в целом не выявили каких-либо серьезных отклонений в состоянии здоровья животных. Дальнейшую судьбу оленей обсудили за круглым столом с участием специалистов в области ветеринарии и представителей окружной власти. Александра Литкова расскажет подробнее. Завыслены на теле и болезненная худоба – первое, что бросается в глаза, глядя на оленей центра арктического туризма. Средний возраст троих животных, которые были приобретены уже взрослыми, около 10 лет. Ветеринары проводят осмотр оленей по мере необходимости. Последний был 15 июня и серьезных проблем со здоровьем не выявил. А вот рацион питания, по словам специалистов, нужно менять. По нашим следениям, я не знаю, сейчас уже, наверное, что, кормили пищевыми отходами оленей. А это недопустимо. Их нужно кормить ягерем, травой в зимнее время, сеном нужно кормить, есть специальные рационы. И поить достаточное количество воды, чтобы вода была постоянной. Вот сейчас мы приехали, где у них вода? Нету ее. То есть олень – это не такое домашнее животное, что, например, один раз принес ему воды попить, он попил, и все, и до следующих суток его можно не поить. На выпасе в лесу олени находятся в дневное время, а ночью – в загоне, где есть и пища, и вода. Отпустить на самовыпас их нельзя. По словам Сергея Мишина, основной причиной служат стаи безнадзорных собак, которые то и дело собираются в районе турцентра. Карали, почему мы их держим, и почему, в принципе, они у нас на привязи и периодически мы присматриваем. У нас была проблема, началась она с прошлой осени, знаете, наверное, слышали, потому что писали несколько раз обращение на тему вот этих вот собак, которые безнадзорные. Прибегают, мы не можем ничего с ними сделать, прибегают большими стаями, и в том числе пытаются напасть на оленей. Этот вопрос работники ветеринарной службы возьмут на контроль. По словам сотрудников турцентра, на состояние животных влияет не только то, в каких условиях они проживают, но и постоянный стресс от большого количества желающих пообщаться с ними и накормить нетрадиционной для них пищей, например, фруктами, овощами и хлебом. По рекомендациям ветеринаров будет пересмотрен рацион питания животных, а также ограничены контакты с посетителями. В частности, сейчас мы уже закупаем соль, комбикорма, которые помогут нашим оленям восполнить недостающие микроэлементы, витамины, и чтобы они у нас хорошо выглядели и никого не пугали, так скажем, внешним видом. Сейчас в турцентре нет сотрудника, который бы весь день присматривал за оленями и полностью отвечал бы за их здоровье. В связи с этим было решено пригласить учреждения, волонтеров и всех желающих, кому не безразлична судьба обитателей тундры, для посильной помощи. Я просто советую закрепить этих животных, чтобы они наблюдали за содержанием, были ответственны, чтобы выгуливали, по возможности, конечно. Я понимаю, что это же не то, что как в тундре они там стадами ходят, но все равно отпускать надо, чтобы они ходили, а не то, что вот так вот на веревке около деревьев. Видите, вот он веточки кушает, листики свежие, зеленые. Ему зеленая трава сейчас нужна. В ходе обсуждения дальнейшей судьбы питомцев турцентра было решено на летний период передавать их оленеводам. Таким образом, животные, попадая в естественную среду, смогут набраться сил, да и гнус не так сильно будет беспокоить их. Конечно, на привязи олень, который находился в тундре, это не есть хорошо. Поэтому мы решили, что обратимся к оленеводам, к оленеводическим хозяйствам. Возьмут ли они у нас этих животных, чтобы они восстановились в тундре, как положено, смогли, допустим, продажать на столине. Здесь старые уже, которые, в принципе, отданы были здесь на дожитие, поэтому есть определенные сложности. Возможно, их не возьмут, но если возьмут, то мы будем очень рады. Это лето рогатые проведут в турцентре. Для них готовят новый загон. Летом у нас, мы готовимся всегда к зимнему периоду. Для оленей мы сейчас оборудуем кораль новый, на месте старого. Он будет у нас чуть больше, чем предыдущий, чтобы у оленей было больше пространства, чтобы они могли свободно и комфортно передвигаться внутри кораля. Сейчас мы договорились о том, что мы установим тесное взаимодействие с станцией по борьбе с болезнями животных. Организуем регулярные осмотры ветеринарам наших оленей, чтобы они были под постоянным наблюдением. Все необходимые прививки и витамины олени получают вовремя, а летом и средства защиты от москитов. В дальнейшем планируется, что вместо трех животных в турцентре, скорее всего, будет жить один. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.